Девушки отдыхают Как-то неоднозначно прозвучало Ну, во-первых, я с ним познакомилась, когда он приезжал в Москву Во-вторых, если взять Москву в 90-х, поздний период, когда уже люди подзаработали денег и немножко пришли в себя Он был первым в Москве на рынке абсолютно альтернативного фэшн И это было очень круто и модно и очень дорого У Йоджи и Мамото купить какие-нибудь брюки, где у вас из бедера висят рукава Сегодня это легко, это делают очень многие Я сегодня была в МГИМО, и у меня было платье в полоску, это американский дизайнер И два рукава были завязаны снизу То есть присутствуют два рукава здесь и два рукава здесь Но они функцию исполняют, соответственно, чего-то другого Вот, и мы все сходили с ума, и только денежки, денежки считали, чтобы на него хватило Я ему сразу как-то поверила То есть для меня его пиджаки, его странные брюки, штаны напоминали мне мужскую хакаму Или женскую, у него с хакаму не имеет пол В общем, это был не глэм Это было не подчеркивание всего на свете, на своем теле, что я ненавижу И, наконец, я нашла свой дизайнер И, зациклившись на нем, и не имея возможности покупать его коллекции Я натолкнулась, залезла, нашла, в общем, где, не помню Нашла фильм Вендерса, посвященный Йоджи Мамото Один мой знакомый сказал, что Вендерс влюблен в Йоджи Мамото Потому что он очень стильный режиссер Он такой не метросексуал, а вот такой стильный европейец Такие высокие, худые интеллектуалы И они любят одеваться немножко аккуратно, альтернативно И не переносят никаких типично английских пиджаков Или итальянских костюмов Это все не для них, не творческие люди Но вот это вот, чтобы во все стороны, ярко, с шарфиками, через плечо Как делают французы, тоже не любят Потому что немец А немцы, они тоже лапидарные Так же, как и японцы И вот один раз, значит, ему случайно Йоджи Мамото сделал пиджак И он после этого долго не мог из него вылезть И Дады разносил И после этого его полюбил, как творца И сделал фильм Я докопалась до этого фильма Я нашла его, скачала И улетела Во-первых, я увидела этого симпатичного японца Они мне родные такие Особенно вот такие интеллектуалы Потому что японец интеллектуал не выглядит, как интеллектуал типичный Он выглядит, как очень трогательное существо В котором явно есть какая-то тайна И вот эту азиатскую черту вычислять в них Можно только, наверное, на половину азиат Вот я это почувствовала в нем И я смотрю про это длинное интервью Фактически Дедр сделал то, что вы делаете сейчас со мной Там ничего особенного нету Там нет суперсиемок Просто Йоджи Мамото ходит по своей студии везде И говорит, говорит А Венгерс просто дает вопрос И в какой-то момент Йоджи Мамото разошелся, раскачался И выдал следующий текст Я его запомнила навсегда Прямо вот сейчас помню Когда я вижу высокую, тонкую женщину С фигурой модели У нее прекрасные оголенные плечи Декольтированная грудь То есть есть материал, но его немного Грудь, конечно, чуть-чуть видна Оно такой длины Которая подчеркивает стройные длинные нони У нее длинные, худые, оголенные руки И какое-нибудь красное платье, которое лежит на ней просто бесподобно Я смотрю на такую женщину И думаю Боже, какое уродство И вот этот финал Меня поразил Потому что не в таких жестких фразах Я все время искала смысл Почему мне не нравится Почему мне не нравится весь этот гламур Бесконечное, стандартное подчеркивание Молодыми девушками, особенно в России Всех прелестей своего тела Почему мне достали Все эти Версачи И так далее Но Шанель была первой, которая сделала по-другому Больно, опять женственно Ведь Йоджи Мамото был одним из первых Как и все японцы Которые несли в одежду асимметрию То есть, если вы возьмете любую его вещь То вы никогда не увидите Если это пиджак Даже у мужчины Чтобы это было идеально симметричное ласк Вы никогда не увидите На одинаковой высоте рукава В женском платье То есть, это всегда будет Здесь что-то пониже Здесь что-то повыше Если какой-то разрез То он будет идти по диагонали А не ровно посередине Подчеркивая пятую точку И так далее И я начала связывать все дальше Потому что я всегда знаю Японцы не бывают Творческие японцы Не бывают простыми выдумщиками Ничего не выдумывают Они просто идут по энергии жизни И я поняла, в чем загадка Потому что В принципе Дзен-буддизм диктует движение Через движение крайних Развитие через движение А движение через смену крайних точек Поэтому Точно так же, как это считал и Гераклит И дальше уже Гегель Любая жизнь Любое существование Подразумевает эволюцию Развитие При бесконечном движении Если движения нет То человек умирает Но возьмите Любого качка Который сломал что-то И, например, на год Слег в постель Дальше он становится просто Мешком с мясом Если взять пожилого человека У него мозги могут работать Уникально, хорошо Но если, не дай бог Он сломает шею кубедра Или что-то ему починить не смогут И он сляжет То мозг очень быстро начинает съезжать А если Пока есть физическое движение Прямо физическое движение До тех пор И очень активно работает мозг То есть, когда дзен-буддист Человек думает Мыслит Всем телом Нам кажется Что мы мыслим только головой На самом деле Голова увязывает Под наши мысли Все движение крови По сосудам И так далее И тому подобное Поэтому Люди, которые в мире Сами с собой И которые все время Стремятся к развитию У них и здоровье другое И энергия жизненная другая И они всегда еще чем-то занимаются И я поняла Что любая симметрия Подразумевает отсутствие движения И если посмотреть на природу То даже у бабочки У которой совершенно одинаковые пятнышки На двух крылышках Если под микроскопом Серьезно посмотреть То не будет четкой симметрии И если даже животное сделано Абсолютно симметрично Ну как стрекоза То в принципе Живет недолго Стрекоза вылупилась Полетала Побалдела Все от нее восхитились И ушла Поэтому в японских домах Есть Вот эта архитектурная задумка Вы можете приехать Вы можете приехать в город Киото И прийти в императорский дворец Вы увидите Даже в императорском дворце Все очень просто Но нету входной парадной Нету главного входа И во всех комнатах Стены все двигаются Точно так же В древней Японии В старенькой Японии Это можно тоже поймать В Киото В домах Всегда сделаны передвижные Но это еще и с климатом Связаны стенки То есть нету Вот как в Европе Вот эта дверь Которая навсегда дверь Вот это окно Которое навсегда окно У них можно выйти В любой момент В любую дырочку Взяли, подвинули стенку И вышли У вас восход солнца Именно в этом месте Они не заморачиваются На какую сторону Строить дом И куда должны выходить окна Потому что в этот момент Вы откроете просто кусок этой двери Точно так же Вы в любой момент Можете заглянуть И посмотреть на дождь Вы можете просто Пододвинуть стенку Понятно, что современное строительство И огромное количество Людей, которые живут в Токио Уже не позволяют так строить Но если мы возьмем Культурные корни То они все выстроены В создавании окружающего мира Асимметричны Потому что асимметрия Это жизнь И Мамото это сделал в отъезде Он был одним из первых Кто саму жизнь Заложил в линию Того, что вы одеваете Он фактически Поселил Жизнь В вас Потому что вы думаете Всем телом А значит Вы думаете Всем тем Что вы надели На свое тело И если вы на себя Надели Жизнь Это будет Одна история А если вы на себя Одеваете Не жизнь Это будет Другая история Под этим влиянием Я И Юджи Мамото И фильмы Вендерса И вообще Понимание Асимметричности И движения В развитии По принципу Смены Крайних точек Я даже В последней книге Рестарт Написала Новеллу В которой я описываю Роман Возникший Это реальная история Очень красивой девушкой И художником Намного старше Ее француза Она была Ангельской красоты И он Женившись на ней Вообще Даже не думал о том Какая у нее была До этого жизнь И кто она такая Он просто любовался И по ночам Писал портреты Он упивался Ее красоту Ему больше ничего Не надо было Он упивался Идеальной красотой Ангельского Лица А потом У нее возникла Опухоль в голове Ей сделали Операцию И После этого Лицо было Изуродовано Пролечом Пролеча плавина лица То есть Это Получилось Квазимонда Приходилось Закрываться Шарфами И так далее Это реально И Я ее Закончила Нафантазировав Дальше Под влиянием Вендерса Взяв только Этот факт Закончила Следующим Что девушке Стало Со временем Плохо Все равно И все Вернулось Обратно И как-то Ночью Он плакал Плакал Над ней Она заснула Что да Красота Ушла Вот это И она Никогда Не вернется И пошел Любоваться Своими портретами Которые он писал В то время Когда еще Все было окей А когда он Вернулся Она умерла Он смотрел На нее И в этот момент Черты лица Стали Возвращаться То есть Она снова Превратилась В ангела Новые слои В жизни Потому что Смерть Восстановила Симметрию Пока